Продолжение следует... Да, хорошо. О, Тонь! Куда консервы-то эти рыбные? Давай к Дане в стеллажу, девчонки разберутся. А чего это сегодня такая красивая? А у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Спасибо. Ну, дай их поцелую. Ну, Паш, ну иди работай. Ну, все. Я влюбился. Ой. Антонина! Аушкин! Тонь! Ну, я и не понял. Там девочки уже стол накрыли. Ты где ходишь? Леш, ну мне еще минут 15. Товар надо принять. Так, давай вот это сделаю я, а ты, как именинница, пойдешь за стол. Начальство разрешено. Да. Ну, в общем, Тонь, за тебя. Ой, девчонки, спасибо большое. Иванова, ну вот что ты опаздываешь все время, а? Все, 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 пришла уже. А торт что никто не пробует? Я сама готовила. Слушай, ну ее эту диету, хочу твой тортик попробовать. Доброго дня всем, кого еще сегодня не видал. Садись. Здравствуй, Виталий Михайлович. Антонина, это тебе. Ой, спасибо большое. Мне очень приятно. Садитесь с нами, что вам положить? Я ненадолго. Значит так, от лица всех присутствующих, ну и от себя лично, хочу поздравить тебя, Антонина, с днем рождения. Спасибо. Пожелать здоровья, радости. Как сказала одна моя очень хорошая знакомая, в свой день рождения, ты мне любви не желай, а мы пожелаем. Но это дома, это лично. А здесь работа превыше всего. Кстати, с утра пообщался с Роспотребнадзором. Присылает проверку, так что не расслабляться. А у нас на складе полный порядок, правда, девчонки? Конечно. Ну, хорошо. Ну и все, я пошел еще раз с днем рождения. Спасибо еще раз. Так, девочки, нам тоже пора. Все, все. Работать, работать надо. Все. Пойдемте. Оксана. Оксана. Я в холодильник положу. Приходите, ладно, девчонки? Берите. Тош, я думал, вы тут гуляете во все. Куда все девчонки ушли? Виталий Матвеич приходил. А, ну да, Матвеич не любит сборища. Что, он стращен всех? Ой, да ладно. Давай я тебе тортик положу. Я сама готовила, а? Давай. Держи. Леш, спасибо тебе большое, что подменил меня с этой поставкой. О, а зачем еще друзья нужны? Я сейчас приберусь, оформлю документы и вечером все принесу тебе на подпись. Кстати, а я уже все составил, все бумаги, и подписал. Так что, может быть, спокойно, это мой тебе подарок на день рождения сегодня. Леш, спасибо тебе большое. Ну попробуй, вкусно? Я тоже попробую. Оль, надо Славе такой приготовить. А у нас сегодня гости. Родители Славы приезжают. Нормально. Слушай, ну это божественно. Я старалась. Привет. Привет. Новая машина? Да, вот на новую пересадили. А это... А это мне начальник подарил. Начальник? Да. А это дарю я. Слава, спасибо большое. С праздником, любимая. Ну что, поехали, родители уже ждут. Да, давай, мне же еще на стол нужно накрыть. Да. Тоня, ну ты где там? Давай быстрее. Ой, я уже бегу. Все, морковку просто забыла. Морковка. Вкусно, да? Ну все, налето? Давайте. Ну, невестушка, поздравляем тебя. Счастья, удачи. Спасибо. За тебя, Таня. За нас, Ла. Ой, что-то с закусочкой-то у нас хиловато. Мам, ты же еще даже не выпила. Ну, Таня, что ж, счастья тебе. Спасибо. Денег побольше. Ну и чтоб деток побыстрее нам нарожали. Мам, давай не сейчас об этом. Дело ваше. Ну, после 28 лет рожать, молодость-то уходит. Ну ничего, мы на ноги встанем и обязательно задумаемся о детках. Так что еще завалим вас внуками, Софья Андреевна. А сейчас чего не хватает? Квартира есть. Я вон Славку в общежитии родила. И то ничего. А тебе все мало. Славку вон из ночных не вылезает. Пашет, как проклятый. Так, хватит. Сами разберемся, ясно? Слав, ну ты чего? Твоя мама говорит правильные вещи, желает нам счастья, чтобы семья у нас с тобой была полная. Да, Софья Андреевна? А то. Я только одно знаю. Жизнь, она по-разному складывается. А с детишками она по-любому лучше. Так что ты, Тоня, не тяни. Потом жалеть будешь. Ну, с праздником тебя. Спасибо. Поздравляю. Слав. А? А может быть, твоя мама права? Ну, насчет ребенка. Ну, Тонечка, куда нам сейчас торопиться? Сейчас заработаем на машинку, чтобы таксопарку не платить. И все, потом детишек можно. Что так долго? Ну, а что, нам вдвоем плохо, что ли? Нет. Смотри. У меня диспетчер Петька. У него жена родила. Его с работы турнули. Они набрали кредитов. И теперь бегают от судебных приставов. Ну, что, ты так же хочешь? Слушай, я правда стараюсь. Очень, очень. И у нас все будет хорошо. Просто потерпи. Я тебе в ночную все собрала. Может быть, курицу еще положить? Тонечка. У нас все будет хорошо, слышишь? Ха-А-Шо. 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 Девушка, а вы, собственно, куда? Это вообще-то склад, сюда посторонний вход запрещен. Спецобъект прям какой-то, а не склад. Я знакомую ищу, Тоню Соболеву. Договорились с ней пересечься, а дозвониться не могу. А, Тоня. Тоня в подсобке вот там вот справа. А меня, кстати, Алексей зовут. Спасибо, Алексей. С Новым годом, подруга! Иришка, привет! А чего ты не предупредила-то? Да я в соседнем доме квартиру клиенту показывала. У меня для тебя подарочек. Из Арабских Эмиратов. Здесь все, шампунь, маска, бальзам. Запах просто обалденный. Спасибо большое. Здорово. Так, садись, будем пить чай. Я вчера торт пекла, буду тебя сейчас угощать. Так, нет, торты нельзя, я на диете что-нибудь полегче есть? Фрукты тебе можно? Можно. А, совсем забыла. Слушай, тебе туфли не нужны? Просто шикарные. Ну? Куда мне в них ходить, Ир? Да куда угодно. В ресторан, в театр, да хоть в цирк. Посмотри, шикарные просто. Отдам в полцены. Красивые. Каблук такой большой. Ну? Ой, да нет, Ир. Мы со Славой откладываем. Он расстроится, если я потрачу вот деньги на туфли. Ой, да ладно тебе. Между нами девочками, мы знать не обязательно. Ир, ну мы друг другу все рассказываем. Ну, это, конечно, не мое дело, ты только не обижайся. Но женщина должна выглядеть как женщина. А я чего? Прекрасно выглядишь. Ну, иногда надо каблуки носить. Все мужики любят глазами. И Славка твоя, кстати, не исключение. Ладно, возьму. Ну, аванс-то завтра. А, отдашь как сможешь. Носи на здоровье. Спасибо большое. Грузчики у вас, конечно, от ас. Один какой-то Алексей тут же начал клеиться. Лешка там. А он не грузчик, он начальник склада. Между прочим, очень хороший человек. Женат? Разведен. Больше ничего не знаю, ничего не говорит. Ну, еще бы. На нему сразу видно, что он бабник. Ир, ну что видно-то? Ну, ай, ладно. Давай, дорогая моя Тонечка. Ну, с прошедшим. Спасибо. Слава, привет. А я тебе звоню, звоню, ты трубку не берешь. Слава. Что-то случилось? Мне конец. Слава, не пугай меня. Я сбил человека. Утром ехал домой. Устал. Всю ночь работал. И уснул за рулем. На секунду отрубился, а он уже на пешеходном переходе. Насмерть? Живой. В реанимации я хотел навестить, меня не пустили. Разбил машину. Весь день с этими гаишниками провел. Слав. Только я тебя очень прошу, можешь, пожалуйста, никому не рассказывать? Я сейчас не хочу сплетен. Ни Ирки, ни на работе, никому. Я сам разберусь, ладно? Родители знают? Ну, а может, еще обойдется все, а? Это ведь не специально. Это случайность на пешеходном переходе. Штраф заплатим. Ну, какой там надо? Да какой обойдется, Тоня? Ты что, не понимаешь, что ли? Какой штраф? Да он там поломанный лежит. Он с минуты на минуту сдохнуть может. Мне тюрьма грозит. Прости, я не подумала. Я вообще не понимаю ничего. Может быть... У меня... У меня Ирка полгода назад с юристом встречалась. Может быть, можно как-то его подключить? Да не надо сюда Ирку твою вмешивать. У тебя русским языком сказано, не нужно болтать об этом деле. У Ирки твоей мужика нормального нет. И у тебя скоро на зоне будет. Тоня. Прости. Есть у меня знакомый момент. Он действительно нам сможет помочь. Но это не бесплатно. Так неправильно, наверное. Что? А ты что такая правильная? Тебе что, наплевать на меня? На нас? Нет, а ты мне честно скажи. Тебе денег жалко, да? Ну пусть меня посадят, а ты себе за твой вагон шмоток купишь. На наши сбережения, да? Слав, ты чего? Я с тобой. Я с тобой. Ладно. Завтра я пойду к этому менту. Его еще говорить надо. Слава, я сняла все деньги. Ну, что он сказал, поможет? Говорит, не может, что он эти бумаги подменить. Ну, типа, что Тропарев сам под машину кинулся. И деньги брать тоже не хочет. Ясно. Ну, а может, и к лучшему, а? Мы все сделаем по-честному. Наймем адвоката. Я в больницу звонил. Мужик в кому впал. Вот какой? Какой нам сейчас адвокат поможет? Как у нас отмажет? Все кончено? Все. Ничего не кончено. Поехали. Куда? В больницу. С родственниками поговорим. Давай. Здравствуйте. Не подскажете, палату номер три где? А вот она. А. Добрый день. Алла, мы с вами говорили по телефону. Полюбуйте, что вы с моим братом сделали. Лева. Левушка. Он меня даже не слышит. До сих пор в сознание не придет. Алла, я понимаю, как вам сейчас тяжело, но поверьте, Слава бы сделала все возможное, чтобы такого никогда не случилось. Да из-за него у меня брат умирает. Если он и выживет, он навсегда инвалидом останется. Я сомневаюсь, что вы можете это понять. Послушайте, ну я же не специально. Я не хотел, чтобы так получилось. Уходите. Поставьте свои извинения для суда. Алла. Тонь, пойдем, это бесполезно. Вот, возьмите на лечение. Здесь 320 тысяч, все, что у нас было. Так вот, зачем вы явились? Чтобы откупиться? Да подавитесь вот своими деньгами! Все, Тонь, пойдем. Даже страшно представить, как бы я на вашем месте. У нас с Левой родители в аварию попали. Мне тогда 10 лет было. Лева меня вырастила, он меня заменил родителей. Вроде, а тут опять происходит эта беда, я не знаю. Что вы, проклятые, что ли? Алла, ну простите нас, пожалуйста. Бог простит! А я не прощу вашего мужа, если ему это преступление с рук сойдет. А что врачи говорят, есть надежда? Если только в Израиль отправили. Там клиника одна. Они с того света людей вытаскивают. Ну, что толку у нас? Денег, там цены такие. Алла, а если мы оплатим лечение? Ну, может быть, сможем договориться с вами? Ну, если оплатите, то тогда может быть. Но у меня таких денег точно нет. Они готовы придять Леву, но с полной предоплатой. А сумма большая? 70 тысяч долларов. Люрка! У-у-у. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тонь, прости, что я уехал, я хотел стресс снять, еще хуже только стало. Я поговорила с Аллой, выход есть, но нужно оплатить лечение льва в Израиле. Это миллионы. Ну, все к черту. Значит, продадим квартиру. Может, не надо, Тонь? Слава, я решила. Прости. Ну, что за срочность продажей? Рынок сейчас на спаде. Ир, ну, мы давно хотели открыть свой бизнес, а тут Славке предложили вложиться в автосервис. Предложение хорошее, нужно торопиться. А жить где собираетесь? У родителей Славы. У них двушка, места всем хватит. Ну, не знаю. Все эти автомастерские сейчас, как грибы, быстро растут, быстро прогорают. А квартира все-таки никуда не денется. Может, подумайте еще, а? Ир, мы уже все обдумали. Ты мне скажи, ты как риэлтор можешь нам помочь или мне кого-то другого найти? Да ладно тебе, не заводись. Пойдем, составим объявление. Садись поближе, подруга. Сейчас все сделаем в лучшем виде. Тош, как дела? Хорошо. Так, ага. Так подожди, а где молочка? Ну, как где? На следующей странице. Ага. Так. Ну, вот отлично. Теперь можно, Матвечу, на подпись внести. Леша, слушай, я хотела пару дней за свой счет взять. Отпустишь? Что-то случилось? Нет, все хорошо. Просто мы квартиру продаем. О, расширяетесь? Так, только сейчас не пугай меня. Ты в декрет не уходишь, нет? Нет. Наоборот, я хотела на полставки в фас-овщице пойти. Ну, хорошо. Как видите, квартира прекрасная. Опять же, второй этаж, высоко подниматься не надо. Балкона нет. Зато есть кладовка, можно на велосипеды там хранить и многие другие вещи. Полы тоже менять надо. А сколько у вас всего собственников? Только я одна. Эта квартира мне досталась от мамы в наследство. Муж здесь не прописан. С документами все чисто. На сделку быстро выйдем. Мебель за доплату оставите? Да, забирайте. Ну, эту стеночку лучше бы снести, чтобы комнату расширить. Ну что, давайте подписываться? Насчет сроков. Может быть, повременим с договором? Недельку, две, Тонь? Ну, как знаете. Я могу пока другие квартиры посмотреть. Может, получше что-нибудь найду. Вы знаете, я готова подписать прямо сейчас. Только мне нужна вся сумма сразу. Согласен. А, вот. Идем. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь четыре миллиона семьсот. Угу. Так, ну, я, наверное, здесь присчитывать-то не буду. Потому что я вам, в принципе, на слово верю. Мы очень надеемся, что вашему брату в Израиле обязательно помог. Да. Значит, заявление я отозвала. Поэтому суда не будет. Так что до свидания. Подождите, а расписка? Что? Какая расписка? Ну, как какая? То, что мы вам сейчас такой сумму денег передали. Девушка? У меня брат в коме лежит. Скажите спасибо, что я вас вообще не засудила. Ну, просто... Хорошо. Нам ничего не нужно. А вашему брату здоровье. Угу. И вам не хворать. Слав, ну для чего? Что значит ничего не нужно? Мы такую сумму денег отдали. Послушай, меня вызвал следователь. На меня повесят всего лишь административку и лишат водительских прав. И все. Это же ерунда. Мы все решили. Все хорошо. Все, пойдем. 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 А ты своё? Я тоже. Хорошо. А что ты родителям сказал по поводу переезда? Правда. Мама, конечно, сразу с давлением слегла. Это хорошо ещё с уголовкой решили. А то б я её вообще бы похоронил. Новый хозяин хочет здесь всё сломать. Я бы без тебя не смог, Тонь. Я обещаю, что у нас будет новое жильё. Обещаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая неожиданная встреча. Здравствуйте. Здрасте. Шоколад, вино, оливки, сыр. Ну, прям-таки набор для свидания. Для дамских посиделок, Алексей. Кстати, рекомендую лимон. Надо же. Вы даже запомнили моё имя. Я с людьми работаю. Я всех запоминаю. Тогда, может, позволите вашей покупке донести до вашего автомобиля? Не утруждайтесь, Алексей. Я могу пройти? Конечно, конечно. Всего хорошего. Всего хорошего? Чертовка. Девчонки, пока. Пока. Паш, можно тебя? Да. Мне нужно завтра вещи из квартиры перевезти. Поможешь? Я ей зарплату всё отдам. Конечно, могу. Ты чего? Мы ждём все свои. Тогда счастливо. Пока. Пока. Олеж, погоди, это не трогай. Это я с собой. Давай опять. Слав! Я дома. Слава! Слава! Что у вас? Не звони сюда больше. Не родня мы тебе. Слава! 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 Я знаю, что ты дома! Слава! Да там, он там. Шуметь-то зачем? Да ты-то ещё помолчи. Куда лезешь? Мама. Зайди. Давай, давай. Чего ты орёшь-то? Нормально всё, угомонись. Слава. Тоня, короче так, ничего у нас не выйдет. Я хочу развод. Как развод? Почему? Не могу я с тобой. Разные мы. Давай только по мирному разойдёмся, чтоб народ не смешить. Мать тебя накрутила. Так ты мать не трожь. Она сама переживает. Слав, ну почему я ничего не понимаю? Разлюбил я тебя. Что тут непонятно? Разлюбил. Палыч, ну чё? Ну чё-чё-чё, я же объясняю. Вот эти коробки с номерацией 18-00 мы все переносим на второй стеллаж. Эти коробки не трогаю. Где Тоня? В подсобке заперлась. Никому не открывает. Я стучал. Работа стоит. У вас что, кто-то умер что ли или чего? Все живы, слава богу. Семейные проблемы. Разводятся? Давайте я сама разберётся, ладно? Ладно. Палыч, ну чё? Паша, вы у меня уже вот здесь. Объясняю. Тонь, открой, пожалуйста, это я. Тонь, ну открой, это я, Ира. Так, пей давай. И дыши животом. Сейчас полегчает. Ну просто ещё недавно в любви мне признавался, а теперь видеть меня не хочет. Может завёл себе кого? Ты ничего подобного не замечала? Ира, я вообще теперь ничего не знаю. Ну, мы детей хотели, на квартиру копили. Потом эта ситуация с аварией, может его это подкосило? Какая авария? Когда? Наврала я тебе. Никакой автосервис мы не покупали. Славка человека сбил. Вот мы квартиру продавали, чтобы деньги за лечение отдать. Иначе Славку посадили. То есть ты квартиру продала вам в кусты? Вот подлец, а. Ладно, деньги заберём, сделку аннулируем. А свою проблему с потерпевшим пусть Сава разгребает. Какие деньги мы заберём? У меня не расписки вообще ничего. Так, возьми себя в руки. Срочно езжай в больницу, бери расписку. А то так и останешься. Без квартиры, без денег и без мужа. Здравствуйте. Здрасте. А где Алла? Алла? Я не знаю никакой Аллы. Ну, сестра Льва. А, вы про жену, наверное? Так она месяц уже не звонила. А вы кто? Да нет, тёмненькая такая, симпатичная. Неделю назад с ним сидела. А, Настя что ли? Так она уволилась. Меня поставили. Он запустил его. Какая сестры? Нет, да и не было. Подождите, вы, наверное, что-то путаете. Алла – это сестра Льва. Он в аварию попал, его неделю назад сюда привезли. Нет, девушка, это вы что-то путаете. Он уже три месяца в коме. Да, у него черепно-мозговая травма. На него стеллаж упал. Можно? Да, давай, идите. Медсестра Анастасия Салтыкова. Отделение нейрохирургии. Проработала всего месяц. Уволилась на прошлой неделе. Нареканий нет. А можно мне её адрес? Это персональные данные. Не имею права их разглашать. Идите в полицию, пишите заявление на Салтыкова. Ну, она же у вас работала. Вам что, всё равно? Девушка, наша больница ответственность за действие бывших сотрудников не несёт. Ну что, нашли Настю? Нет. А может быть, вы подруг её знаете? Или, может быть, она из коллектива с кем-нибудь хорошо общалась? Да, она скрытная была. И надменная такая. Особняком держалась. Так что... Я видела, сальвабинты сняли. Как его самочувствие? Лучше? Ну, а что с ним станется? Вяжет овощем. Никто к нему не ходит. Родных у него нет. Жене не нужно. Такие дела. Удачи. Спасибо. Да вы поймите, Антонина Дмитриевна, никакого ДТП с участием Соболева Вячеслава Викторовича не зарегистрировано. Без запросов в больнице мне не дают её адрес. А свекровь говорит, муж уехал в другой город. Правда это или неправда, я не знаю. Как мне заявление оформить? Минуту. Акты, схема ДТП, протоколы, справка скорой, допросы свидетелей. Всего этого у вас нет. Так? Я не вожу машину. Я не знаю, какие там должны быть документы при ДТП. Слава сказал, всё в ГАИ. И вы вот так, на голубом глазу, отдали почти пять миллионов рублей незнакомой женщине и паспорт не спросили. Ну, Слава муж сказал, что проверял документы, бумаги. Но откуда же я знала, что они с этой Аллой и Настей в сговоре? Может они вообще там любовники? Что-то мало верится в вашу рассказку. Почему? Знаете, к нам такие дамочки ходят, каждую неделю заявления на мужей пишут. Почитаешь волосы дыбом, а потом оказывается, муж подмигнул соседке, жена прервиновала и давай сочинять небылицы. Спасибо за помощь. До свидания. 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 Вопросник — тяжелая ноша, а люди разные бывают. Не каждый, наверное, выдержит ходить к родным без всякой надежды. Но надежды всегда есть. Меня мама после инсульта перелизовала. Врачи сказали месяц. А я с работы ушла, ухаживала, и мама целый год еще прожила. Мне еще семь палат обойти. Ты, если хочешь, оставайся. За капельницей посмотришь. А я-то думала, вы уже давно в Израиле, и по правку идете. Бросили нас с вами. Никому мы не нужны. Но мы прорвемся, да? Танин. Да? Что творишь, а? Что вообще происходит? Даты нет. Подпись пропущена. Только что от проверки отбились. А если опять нагрянут? Ну не может быть, как же так? А вот так, как же так? Виталий Матвеевич, ну там у нее ситуация сложилась, там личная. Личная. Дома нужно оставлять личная. А здесь работа. Короче так, еще одно замечание, и вылетишь с работы. Виталий Матвеевич. И ты тоже защитник. Виталий Матвеевич, Матвеевич. Так, это что такое? Ой, Виталий Матвеевич, это мои коробки. Я временно их сюда поставила. Извини, бардак. На складе. Чтоб завтра же этого не было. Чтоб ты что. Ну и чего? Есть куда увезти-то? Да Ирка нашла каких-то друзей. У них гараж пустует. Ну а когда мне этим заниматься? У меня знакомый в больнице, я вечерами у него. Ну давай, может, я? Как связаться с твоей подругой? Ну вот и все. Последняя коробочка осталась. Ну вот, хорошо. Ага. Быстро управились. Куда-то торопитесь? Есть занятия поинтереснее, чем гулять в гаражах с малознакомыми мужчинами. Так вы меня боитесь, что ли? А должна? Да нет, я же вроде добрый и опаятельный. Это вы сами так считаете или вам кто-то сказал? А вы всегда так язвите. Да нет, устала просто. Весь день по городу моталась, квартиры искала. Я риэлтор. Вам случайно жилье не нужно? Не-не-не. Я уже все. Я снял свою однушку в Кузьминках. Мне хватит. Я тоже в Кузьминках живу. Правда? Да. Ну, стал быть, соседью. А вы одна живете? Тоня у меня сейчас вообще, да, одна. Круто. А, ну что, по домам? Если вдруг надумаете переезжать, обращайтесь. Подберу вам варианты. Сегодня целый день такая хорошая погода была. Солнышко такое яркое. А потом раз и гроза. Чудо прям какое-то. В такое время года. Все разбежались. А я вот люблю дождь. А вы любите дождь? Верю, что вы меня слышите. Но где-то там, глубоко внутри. Ольга Валерьевна. Ольга Валерьевна. Что такое? Ну, начнется. Да не может быть. Тебе показалось. Так. Видите? С ума сойти. Я за врачом. Ну вот. Я вам говорил, что мы с вами справимся. Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. И что же вы тут делаете? Хотел пригласить одного знакомого риэлтора. До свидания. Очень мило. Спасибо. Извините, но здесь посторонним нельзя. А я не посторонняя. Я его жена. Мне ночью позвонили. Сказали, что Лев очнулся. Девушка, а я что-то не пойму. Вы из медперсонала? Я... Нет, я просто его навещаю. Я Тоня. Что значит просто навещаю? Откуда вы знаете моего мужа? Долгая история. Мне просто стало его жалко. Он здесь лежит один. Никто к нему не приходит. Как это лежит один? Здесь есть врачи, медсестры. Полный медицинский уход. Но это совсем другое. Больные всегда чувствуют, когда рядом. Тут родной и близкий. У Льва есть близкий человек. Это я. Его жена. Как вас вообще сюда впустили? Мне зав. Отделением разрешил. Пропуск выписал. Родней прикинулись. Прыткая какая. Что тебе нужно от моего мужа? Я, наверное, пойду. До свидания. Подожди. На, держи. И чтобы я больше тебя здесь не видела. Простите, но вы ошиблись. Мне по-человечески его было жалко. Ну, дуру ты из меня не делай. Ты думала, что Лев очнется и тебе мешок денег отвалит? Бери, и так слишком щедро. Всего доброго. Только попробуй еще раз сюда заявиться. Я ничего не поняла. Откуда там, Вася? Кто-то не был. За что убит? За чудесный вечер. Согласен. Никогда такую девушку, как ты, не встречала. Так уж и никогда. Ну, чтобы добрую, нежную, умную, смешливую. Никогда. Я вообще всегда думал, что это четыре разных девушки. Спасибо, Алексей. Давно у меня столько комплиментов не было. А помнишь, как мы с тобой познакомились? Тогда на складе. Забежала такая серьезная. Что-то там не наговорила, потопала, потопала. А я вот с того момента только о тебе и думала. Что-то так коленки тряслись, когда хотел тебя пригласить на свидание. Как мальчик там стоял. А я уже думала, не позовешь никогда. Тогда бы я тебя сама позвала бы. Ой, в одиннадцать часов уже. Я даже не займется вообще. Ну, то что? Будьте добры, счет. Спасибо. Только давай договоримся так. Платим 50 на 50. Нет. Эти ваши московские штучки здесь не пройдут. У нас в Рязани так. Мужчина платит за даму. Это нормально. Это классик. А ты из Рязани? Ну, да. Ну, провинциал. Я тоже из Рязани. Пять лет назад в Москву приехала. Да ладно, заливаешь. Честное, пионерское. А тогда скажи мне, где стоит памятник Есеневу? На набережной. Мы там школе цыды носили. Обалдеть. Ты представляешь, мы в Рязани жили рядом. Здесь, в Москве, живем рядом. А познакомились вот так случайно через Томи. Как так-то? Звезды так сошлись. Судьба. Ну, что ж. Давай новый тост. За иронию судьбы и за неожиданные встречи. Согласен. А я думала, ты спишь давно. Нет, не сплю. За тебя переживаю. Ты чего трубку-то не берешь? Да я телефон в офисе забыла. Представляешь, первый раз о нем не вспомнила. Кстати, а почему ты не сказала, что Леша из Рязани? Так ты что, с ним встречалась? Ну да. Вот букет подарил. Он совсем не такой, как я думала. Ну и ну. Ир, ты что, влюбилась? Ну, может, и влюбилась. Давно у него было такое ощущение, когда бабочки в животе. Счастливая. Да. И у тебя все будет хорошо. Вот увидишь. Слушай, Тонь, ты же все равно не спишь. А давай-ка с тобой венца выпьем? Давай. Давай. У меня по такому случаю есть очень хорошая вещь. Можно? Да-да. Проходите, садитесь. Рита, заберите у меня карту Фадеева из 14-й палаты. И перевязку ему сделайте, пожалуйста. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я супруга Льва Тропарева, Вероника. О, как приятно. Молодец ваш муж. Боец. Что вы хотели спросить? Хотелось бы знать, это временное улучшение? Как он идет на поправку? Ну, динамика у него стабильная. Прогноз достаточно оптимистичный. Всякое, конечно, бывает в такой ситуации. Но пока... То есть вы хотите сказать, что... Совсем скоро он станет нормальным? Ну, энцефалограмма никаких патологий не выявила. А активность мозга восстанавливается практически на все сто. Мой вам совет. Наберитесь терпения. Вам легко говорить. Вы отработали и домой ушли. А мне с инвалидом всю жизнь жить. Зуля, Марат приехал? Да, час назад. Замри. Перестань. Фотик новый купил. Да, шикарная вещь. Мой старый совсем полетел. Молодец. Деньги, наверное, из сейфа взял. Я же просила тебя сначала спрашивать, у меня разрешение. Да там дофига, Нин. Старику на памперсы хватит. Врач сказал, что у него с мозгами все в порядке. Он скоро людей узнавать начнет. Да, быстро он очухался. Через две недели его выпишут. Так что все, что мы с тобой планировали, не получится. Маратик. Ну перестань, это же не конец света. Разведетесь. Разведетесь. Хватит меня фотографировать. У нас брачный контракт. Я тогда ничего не получу. Мне опять идти работать моделью? Задницу и голову перед камерой вертеть? Нет, спасибо, не хочу. Ну вернется он, ну и что? Между нами все будет по-прежнему. По-прежнему. Ничего не будет по-прежнему. Ничего. Он сутками будет теперь дома зависать. И дай бог мне тебя иногда видеть. Не их. Ну решим как-нибудь. Как? Ты бы вместо фотоаппарата лучше бы квартиру снял. Еще есть время, я что-нибудь придумаю. Снова фотографией займусь. Фотографией. У тебя знакомых-то там не осталось. Ты всем дорогу перешел. А я свою студию открою. Отдолжишь мне денег? Немного совсем, для начала. На аренду. Не знаю. Мы и так много денег потратили. Я боюсь, что Лев об этом узнает. Да ничего он не узнает. Ну расслабься. Обедать будете? Через полчаса. Ладно. Стой! Нам еще просроченные же вывозить. Да, я помню. Да ты что, следу не скажешь. Так ее муж вроде бросил. Но раньше каждый день после работы встречала. Сейчас-то не видать. А ты слышала, она вообще в больницу ходила. Так это, видимо, к хахову своему. А муж, как о них узнал, рожь ты ему и начистил. Точно тебе говорю. Слайка. Конечно, конечно. Тонь, а просроченные даете, что ли? Да. Точно эти? Ну что, Лев Геннадьевич, поздравляю. Очень положительные динамики. Редкий случай. Завтра на выписку. Да. Отдыхайте. Пойдемте со мной, Ольга Валерьевна. Левушка, я очень за тебя переживала. Спасибо тебе, родная. Не за что, Левушка. Ты знаешь, все это время я... Я слышал твой голос. Звонкий такой. Я не разбирал слов, но я слышал эхо. Я шел на него. Я шел на твой голос. Как иначе? Ты... Ты вытащила меня. Ну, вот, как и просила. Молодец. Вещи собрал? Вроде все собрал, как будто меня здесь и не было. Еще раз посмотри, иди получше. А то, мало ли, запалимся, что-то осталось. А с этой как поступим? Позови ее, сама разберусь. Хорошо. Зуля! Зуля! Звали? Да. Зуля, вы уволены. Отрабатываете до конца дня и свободно. Как? А за что? В этой коробочке было кольцо. Где оно? Не знаю. Я не брала. А кто брал? Кроме вас, здесь за вещами никто не следит. Я вызываю полицию. Не надо полиции. Я пойду вещи соберу. Оплату за месяц сейчас дадите? Обалдела, что ли? Мое кольцо дороже стоит. Иди. Свежие консервы отвезли в утиль. А этот не ликвид, такси состоит. Соболев, ты вообще думаешь, что ты делаешь? Что ты делаешь? Виталий Матвеевич, простите меня, пожалуйста. Да она по мужикам все бегает. Лен, что ты говоришь такое? Так, все, хватит. Развели тут базар. Идешь сейчас в бухгалтерию. Там посчитали убытки. Вычтут все из заклада. Хорошо. А потом в кадры зайдешь. И трудовую свою заберешь. Виталий Матвеевич, ну пожалуйста. Я буду работать с день и ночь. Я за все заплачу. Я тебя предупреждал, Соболев. Ну мне негде жить. Меня вообще подруга приютила. Меня на жалость-то не дави. Давай, иди. Нам бюджет урезают. Будем персонал сокращать. И ты в этом списке первая. Правильно, Виталий Матвеевич, правильно. А ты вторая. Стоите здесь. Идите, работайте. Что встали-то? Работайте. Вы что встали? Тирк здесь, что ли? Идите. Полегче, подруга. Не хватало из этого придурка еще здоровья подорвать. Ир, ну просто как я теперь без работы? У меня вообще нет денег. Я раньше могла хотя бы продукты купить, а теперь буду сидеть на твоей шее. Слушай, а давай мы тебя на риэлтора выучим. Пойдешь ко мне работать. Да я в этом вообще ничего не понимаю. Только подведу тебя. Ириш, ну давай я сама что-нибудь найду, ладно? Справлюсь. Сейчас. Ну, чего ты тут? Пойдем, опаздываем уже. Леша, я не пойду в театр. Я хочу с Тоней повыть. Что-то там совсем все плохо. Давай разлыбайся. Девочки, девочки. Лешка пришел. Тошка, привет. Привет, Леша. Слушай, а я тут с Матвейчем поговорил, пытался и так, и сяк. Ну, чтобы он обратно тебя на работу вернул. Но он, правда, ни в какую. А тут слушал, кстати, пошел, что его самого-то уже хотят подвинуть. Вот он злой, как собака на всех. Леша, спасибо большое, но ты за меня больше не проси, ладно? Тебе же хуже будет. Может, поужинаем? Так вы же в театр собирались. Да нет, мы не пойдем. Ну как это не пойдете? Идите, я найду чем заняться. Точно, Тоня? Точно. Ну ладно. Ну ты мне звони, хорошо? Обязательно позвоню. Давайте, идите, опоздаете. Ну, пока, Тоня. Пойдем, быстрее позвоню. Смотри, как могу. Вот так могу, вот так могу. Молодец. Поворачивать могу. Браво. Так, 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 так. Равней бы, конечно, но в принципе освоил. Как тебе? Коляска нравится? Ну что, прекрасная. Не иномарка, конечно. Подвеска жестковата. А в остальном разницы никакой. Только там все левое, а здесь и здесь правое. Из всего, что было, я выбрала самую лучшую. Спасибо, родная. Очень хорошо, что ты уже дома. А то мне-то больница надоела. Понимаю тебя. Намучилась-то. Да, насиделась. Любая дерганя на твоей месте уже сбежала бы давно. А я на шизуле. Уволилась. Уехала на родину. Я теперь одна по хозяйству и везде. Ну все на твоих плечиках. Хозяйка моя. Что такое? Понимаешь, она, она немеет постоянно. Не чувствует совсем. И слабая. Ну не беда, прорвемся. Буду носить тебя еще на руках. Ух, товароведом работала. А теперь к нам простой фасовщицы хочешь? Чего так? Ну, у вас платят хорошо, неделя короткая. Я могу где-нибудь еще подрабатывать. Ну, мне прям совсем не на что жить. Берете меня? А со здоровьем-то у тебя как? У нас стиральные порошки, чистящие средства. Астма, аллергии нет? Нет. Хорошо. А по женской части? Ребеночка не планируешь? Нет пока. Я могу прямо сейчас начать? Ну, а почему бы нет? Сейчас себя оформим. И начинай. А вы не подскажете, мне Кате нужна. А, вон она. Спасибо. Катя, привет. Меня к тебе отправили. Ты новенькая? Да, меня Тоня зовут. Где я до этого работала? На складе, я товар вед. А, понятно. Да я здесь тоже ненадолго. Вообще, я продавцом хочу стать. В колледже учусь. А мой парень на стройке пашет. На свадьбу собираем. Ну, в общем, здесь все просто. Держи маска, перчатки. Пойдем. Берешь коробку и насыпаешь туда порошок. Понимаю. В общем, если будут вопросы, обращайся. Хорошо. Спасибо. Я вас понимаю, понимаю. Но фотографии ваши будут готовы через три дня. Как и договаривались, да? Да. Угу. Ну. Ну, конечно, в этом формате все. Не волнуйтесь, все будет готово, да? Я вам обещаю, ваши фотографии будут готовы через три дня. Вот и отлично. Спасибо. До свидания. Угу. Угу. Извини, заказчик. Привет. Мог бы помещение получше найти. Получше дорого стоит, а тут центр, в принципе, и даже жить можно. Пожить можно, центр. У черта на куличиках центр твой. Ты же сама в такой жила, когда моделью работала. Это было сто лет назад. Слушай, с ума от ревности и схожу, когда представляю, как он к тебе прикасается. Отстань. Я смотрю, тебе только это и надо. Лучше кофе мне свари. Угу. Как инвалид твой? Никак. Две недели меня уже достает то, подай то, принеси там у него болит, то, полет. Давай я тебя успокою. Не надо меня успокаивать. Кофе мне свари. Все хорошо. Сейчас сделаю. Можно к тебе? Конечно. Приятного аппетита. Спасибо. Это что у тебя? Да пятно какое-то, чешется так. У Людки такое уже было. Потом на всю руку перекинулось. От химикатов сказали. Да, пройдет, помашь чем-нибудь. Людке уволиться пришлось. У нас здесь долго не задерживаются. Ты чего? Сейчас. Кать. Все хорошо. Сейчас я вернусь. Держи. Никуш, так это таблетки, которые я всю прошлую неделю пил, а сейчас же новый цикл. Доктор выписал жена. Как это называется? Назначение. Ну да, да. Не знаю, где назначение. Наверное, потерялась. Как потерялась? Где потерялась? Где потерялась? В доме, Левушка. Потерялась в доме. У меня уже голова кругом от этих забот. Хорошо. Я завтра съезжу в больницу, возьму новое. А пока выпей эти. Ну как выпей эти? Навозь что ли? Выпей, а вось тебе хуже не станет. Ну, Ник. Милый, но я же не медик. Да, неправ, конечно. Я слишком много взвалил на тебя. Так не должно быть. Ты не должна мучиться из-за меня. Мне не в тягость. Все неправильно. Послушай, а давай наймем сиделку? Как скажешь. Милый. Тоня, подожди. Тоня, подожди, Тоня, ну, я в кино с подружкой иду. Я тут вспомнил, и на дам опера, и это, ну вот, в общем, спасибо, извините, что получилось так. Давай, пока. Ну, и вы с кем-то в кино собралась? Понятно. Сидела бы на лавочке, пока Алеша не может. Пойдем. Глаза в пол, душу наизнанка, вон, меньше кому. Тоня, ну где ты, ну? Лешка предложил съехаться. Говорит, что мы с тобой для квартиры снимаем? Давай одну. О, и когда вы? Не волнуйся, я ему сразу сказала, что нужно подождать. Ира, я при первой возможности съеду. Тонь, ну я же знаю расценки в Москве. Я не позволю тебе мыкаться в каких-то общежитиях для гастарбайтеров. Ну, правда. Ты нам не мешаешь. Назначение взяла, лекарства купила. Скучал без меня? Затасковал. Так затасковал, что решил проверить наши расходы за последние три месяца. И посмотри, что я нашел. Вот эта вот выписка из банка. И она свидетельствует о том, что с нашего счета, вот за этот срок, как раз в то самое время, что я был в больнице, ушло четыре с половиной миллиона рублей. Они были обналичены. Куда ушли эти деньги, Вика? Мне пришлось платить. За операцию, за лекарства, за процедуры, лично врачам. Четыре с половиной миллиона? Да, ты не представляешь, сколько это стоит. Хорошо. А куда делись деньги из сейфа? Там была вполне солидная заначка в наличности. Куда ушли эти деньги? Мне придется тебе признаться. Однажды захожу домой, а в сейфе шаром покати. В Зуле нет ее вещей, кстати, тоже. Я вызовала полицию, так они эту тварь до сих пор ищут. Как же она открыла сейф? Я не знаю. Почему ты сразу мне не сказала об этом? Потому что врачи сказали, тебя нужно беречь. Меньше негатива, больше позитива. Давай договоримся так. Впредь у тебя от меня не будет никаких тайн. Даже из этого блага моему здоровью. Договорились? Хорошо. Сейчас сделай должение. Найди, пожалуйста, телефон того агентства, через которое мы нанимали Зулю. Пожалуйста. Пожалуйста. Катя, ты чего? А, нет, все хорошо. Все хорошо. Точно? Точно, точно, Толя, все хорошо, иди. Катя! Девчонки, скорую вызовите! И парню ее надо позвонить! Давай ее укладывай. Ну что же, Лев Геннадьевич, деструкция тканей полностью регрессирована. Я вас поздравляю. Спасибо, доктор. А главный вопрос, по вашим прогнозам я ходить когда смогу? А это уже от вас зависит, Лев Геннадьевич. Мы все, что могли, сделали. Спите хорошо. Голова болит. Она, знаете, не столько болит, сколько... Кужится. Возах темнеет. Чтобы меня больше всего беспокоить, это руку правую я не чувствую. Периодически, как немеет. Но позвоночник у вас не поврежден. А вот мышцы атрофировались. Поэтому делайте лечебную скульптуру, но только в меру. Не перестарайтесь. А также массаж и диета. Мы найдем качественного специалиста, а он за всем проследит. И вот это правильно. Того и глядишь, Лев Геннадьевич, бегать начнет. Вот, вещи тебе из цеха привезла. Спасибо. Как тебя чувствуешь? Я в цех больше не вернусь. Почему? Ребеночка жду. Катя, я поздравляю тебя. Да и ты оттуда уходи, пока сюда не загремела. Да как уходи? Посмотрим. Мне еще там долг подруге нужно вернуть и с жильем как-то определиться. Ну. Катюша, привет. Саша. Ну, как ты? Пойдем, тебе все расскажу. Ну, ладно, побежали. До свидания. До свидания. Ой, а вещи. Спасибо. До свидания. До свидания. Лев Геннадьевич, давайте я вам помогу. Спасибо большое. Вы знаете про ядер? Милые, поехали. Подожди, а откуда? Ну, мы с вами уже видели здесь. Я сиделка. Я нанимала ее ухаживать за тобой. В больнице. Ах, вот оно что. А то я слышу, что голос знакомый. Я не совсем сиделка. Я приходила к вам. Профессиональная сиделка. Приходила ухаживать за тобой, когда я не могла. Да, Тоня? Знаете, мы как раз ищем подходящего человека. И... Это что ж такое-то, Господи? Постоянно немеет. Не чувствую руки. Лучше. Да я бы не сказал. Нужно массировать от кончиков пальцев. Растирая каждый палец. Удивительно. Лучше. Действительно работает. Вы не переживайте. Они менее могут повториться. Просто у вас нервная система сбой дает. Скажите, сколько у вас пациентов сейчас? Вы бы не согласились со мной посидеть опять? Может, ты хочешь других людей посмотреть? Вдруг тебе кто-нибудь больше, чем Тоне понравится? Я вообще-то не медик. У меня просто мама болела. Я за ней ухаживала. Многому научилась. У меня совсем другое образование. Вы знаете, у меня нет вопросов к вашей квалификации. Потому что я знаю, что моя жена до меня всегда хочет только лучшего. И сам факт того, что она вас наняла в прошлый раз, говорит о многом. В частности, о том, что... Вы то, что надо. Соглашайтесь. Так неожиданно. Мне надо подумать. Есть единственный момент. Если согласитесь, то придется жить с нами в нашем доме. В общем, подумайте, отзвонитесь, пожалуйста. Да? Да, да. Ну и я тебя целую. Ой, Тоня пришла. Ну все, Леша. Ну давай пока. Давай прощаться. Все, да. Целую. Привет, Ариша. Привет. Минутка есть? Конечно. Помнишь Льва Геннадьевича Тропарева? Твой коматозник, что ли? Да он уже месяц как вышел из комы. И предлагает мне пойти к нему работать с сиделкой. Что думаешь? Так ты ему все рассказала про Славкину аферу? Да нет, конечно. Ты что? Да жена его эта, Вероника, выставила ситуацию так, будто бы это она меня наняла работать к нему с сиделкой в больницу. Представляешь? Ну, а он говорит, что я им подхожу. Вот и позвал работать. Не знаю. С больными сидеть не мое. Ну, может тебе подходит. Все лучше, чем в твоем цехе. Ну, цех придется оставить. Он хочет, чтобы я у них в доме жила. Ну, а с другой стороны, Ириша, тебя освобожу. Да и он вроде человек хороший. Ну, знаешь, не чужой. И богатый. И платить будет хорошо. Я рад за тебя. Молодец. Давай отметим. Сейчас чай сделаю. Угощайся конфетками. Это мне клиенты подарили. Сама только со сделки пришла. Проходите. Это наш дом. Там гостиная. Здесь кухня. Ваше рабочее место. Ой, какой дом у вас красивый. Здравствуйте, Лев Геннадьевич. Здравствуй, Тоня. Так непривычно видеть вас в домашней обстановке. Да. Вид такой. У нас в городе дождь, а у вас уже снег. Ну, да. У нас не город. У нас обычно на месяц раньше снег ложится. Пойдемте, провожу вашу комнату. Да. Проходи. Вот твоя комната. Гостей не приглашать. Нам посторонние люди здесь не нужны. Без спроса ничего не трогать. Никуда не уходить. Это ясно? Да. Ну и по дому помогать, когда требуется. Простая работа, готовка, уборка. А как же Лев Геннадьевич? Ты время правильно распределяй, тогда все будешь успевать. Располагайся. Угу. Ну хорошо. Восемь. Давайте еще разочек. Давайте еще разочек до десяти. Нет, Тоня, не могу. Мало того, что тело не слушается еще. Он рука подводит постоянно. Он же немеет и слабая совсем. Фу. Черт. Ну как вы тут? Ну видишь, мучает. Тиран-деспот. Я со мной по-другому-то и нельзя. Я отъеду на пару часиков, милый? Не забудь ему лекарства дать. Хорошо. Лев Геннадьевич, я вот тут вам таблетки разложила. Здесь вот таблетки, которые нужно пить до завтрака. А вот эти каждые три часа. Держите. Как раз время таблетки. Я сейчас водички вам принесу. Теперь не перепутаю. Подожди. Мне пора. Не уходи, побыть еще. Не могу, Лев узнает. Расспрашивать будет. Еще Тоня эта дурацкая. Ну пока она с ним нянчится, мы хотя бы видеться можем. Потому что мне пришлось наплести о том, что я наняла ее на работу. Иначе бы Лев узнал, что я не приходила к нему в больницу. Что мне теперь делать? Дай пару тысяч. Будет молчать в тряпочку. Уже давала, не берет. То ли сама себе на уме, то ли блаженная. Понять не могу. Ну ты же у меня умница, а? Придумаешь что-нибудь? Пахнет восхитительно, кстати, Тоня. Ну а сначала нужно выпить. Да, блядь. Да, все правильно. Это самые вкусные, кстати. А вы гостей уже приглашали? Какие гости? Зачем? Ну как зачем? Отметить ваше выздоровление. Это ведь такая радость. Пока я в таком состоянии, радости мало. Вот встану. Значит, уходи тогда. Тогда решим кого приглашать. Мне кажется, вы уже и так очень многого добились. Спасибо, Тоня. Я так устала. Еще эти пробки ужас. Ужас. А что, мы ждем гостей к ужину? Нет, только мы втроем. Тогда будь добра, забери тарелку. Прислуга должна есть отдельно. Никоша, Тоня не прислуга. Тоня моя помощница. Что такое? Я действительно не ижу разницу между ней и Зулей. Тонечка, прости, пожалуйста. Нет, нет, она права. Поем потом. Тоня. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тоня, иди сюда, Тонечка. Я просто не хотела вам мешать. Присядь. Красивая мелодия. Это звуки моего детства. У меня мама была преподавательницей в школе музыкальной. А вы тоже играете? Я посредственно. Мне никогда не хватало усидчивости. Сейчас жалею. А что это за музыка? Это лист. Ференц-лист. Береза любви. Очень красивая. Веронике не нравится, говорит, тоскливо. Мне нравится. Правда? Иначе буду ставить чаще. Забыла вам таблетку дать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Увы, с самого утра на ногах, вам так долго нельзя. Мне еще нужно прибраться, обед приготовить. Не хочу расстраивать вашу молодую жену. Мне кажется, ли ты, правда, немножко побариваешься ее? Нет? Да... Наш ребенок еще почти со всем, она хорошая девочка. Только давайте договоримся, домой мы поедем аккуратно. Вам врач что сказал? Домой только по знакомому маршруту. Вот, и за рулем лихачить совсем необязательно. Вставайте, поехали. Крутая такая, я смотрю. Давайте, давайте, нам еще в аптеку за лекарствами. Я шучу, все. Смотри, опор на правую ногу. Точнее, руку. Ну, чего с тобой? Пойдем, пойдем. Да иду. Догоняй! Вон аптека, Тунечка. Стоять, я тебя здесь подожду. Хорошо. Хорошо. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вас ожидают? Я не уверен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прошу прощения, если помешаю. Здравствуйте. Здрасте. Лёвушка, милый. Сиди. Сиди, не кож. Ты ведь должен был быть на прогулке. Так я и был на прогулке. Гулял вот здесь. Мимо смотрю, ты сидишь. Даже не знал, что у тебя сегодня встречи запланированы. Ты ничего не говорила? Лёвушка, познакомься. Очень приятно, Марат. Это фотограф из модельного агентства, где я работала. Вот, предлагает мне сниматься. Я ему объясняю, что с модельным бизнесом завязал, и всё покончено. Ну, это, видимо, тот самый Марат, который звонит Веронике и бросает трубки, когда я снимаю телефон. На самом деле, Никур, я просто хотел убедиться, что тебе ничего не урожает. Поэтому, раз ты с Маратом, пожалуй, оставлю вас. Приятного аппетита. Нет-нет, я уже ухожу. Вероника, спасибо. Очень жаль, что не примите участие в нашей съёмке. Я вас больше не побеспокою. Всего доброго. Приятно познакомиться, Марат. Очень приятно. Слава Богу, мы от него отделались. Мне уже надоел своими звонками. Прям надоел. Прям надоел. Ой, девушка, здравствуйте. А где ваш начальник? Лёша, что ли? Так он сейчас уже как ушёл. Ладно, спасибо. Привет. А я тут освободилась пораньше. Может быть, с тобой заехать? Ты где сейчас? Ну, как всегда, на складе. Допозднась сегодня. Езжай домой, не беспокойся. Вот как. На складе, значит. Ну и сиди здесь дальше. А мне больше не звони. А мне больше не звони. Меланя, ну что ты? Не скажи мне, что у тебя с этим фотографом? Совершенно ничего. Мы с ним виделись, ну, один раз или два. Давно на съемках. Ты знаешь, со стороны все выглядело настолько мило, как будто вы два достаточно близких человека. По крайней мере, друзья. Нет, ты что? Просто я пытаюсь быть более открытой, доброй при общении. Но он ничего себе не позволял, я бы его сразу отшила. Я же замужняя женщина. Послушай, любимая, я смогу простить практически все, кроме одного. Кроме измены. Левушка, ну, ну что ты? Все мои мысли только о тебе. Ну скажи, ну зачем нужно было обманывать с этим Тунисом, с воровством Зулей? Почему ты сразу не сказала мне всю правду? Почему? Потому что тебе нельзя нервничать. Тем более по пустякам. Давай договоримся так. У нас не будет больше никаких секретов, ты все сразу будешь рассказывать мне. Так будет лучше для нас обоих, хорошо? Хорошо. Привет, Ириша. Леша, такой же козел, как и все. А что случилось? Все было так хорошо. И Надь тебе завел себе кого-то. Ну, а с чего ты решила, что он завел себе кого-то? Да потому что он соврал, что был на работе. А сам был неизвестно где и с кем. А если нечего скрывать, то зачем обманывать тогда? Ир, послушай, ну, значит, есть причина. Ну, просто поговори с ним и все. Какие причины? Ты вот тоже верила мужу, и что в итоге? Ну, Ир, ну, Леша слова, они очень разные. Леша хороший человек, правда. Зря я тебе позвонила. Ладно, все. Больше не побеспокою, я сильная. Рыдать не буду. Ну, куда вы? Сначала таблетки. А, черт. Забывай, да, впереди дожжа. Вот вода? Угу. Вот таблетки. Позавтракаешь со мной? Ну, я думаю, что Вероника не обрадуется. Я прислуга, вы хозяева, мы должны есть отдельно. Ну, что-то она спит еще. Тонь, ну, присядь, мне веселей будет. Пожалуйста. Есть я не буду, просто за компанией посижу. Ну, окей, другое дело. Куда вы сегодня хотите поехать? Поехать в смысле? В бассейн или в парк. А, не поверишь, в магазин. А зачем в магазин? Я вроде все продукты купила. Нет, если что-то забыла, вы скажите, я обязательно заеду. Да нет, Тонечка. В свой магазин. У меня бизнес такой, сеть магазинов, все для строительства и ремонта. Так и называется, сеть магазинов. Льва Тропарева, Львиная доля. В главный магазин я и хочу поехать. Сам? Сам. Я вас одного никуда не отпущу. Одного не отпустишь? Это же прекрасно. Значит, придется ехать со мной. Инспекцию проведем. Легкую ревизию такую. Что-что, а хороший сюрприз в моем бизнесе. Всегда на пользу. Но сначала завтрак. Приятного аппетита. Ну, как тебе, Тоня? А я не знала, что это ваш магазин. У меня многие друзья его хвалили. Ой. А. Это та самая фотосессия, на которой мы познакомились. С Вероникой. Влюбился сразу, по уши. Теперь точно знаю, что есть она. Любовь с первого взгляда. Любовь Геннадьевич, вы? А я смотрю, гадаю глазом своим, не верю. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. Максим. Позови, Аркадий Петрович. Ну, Саш, молодцы. Я смотрю, все в хорошем порядке. Стараемся. Сестереночки крутятся, работайте. Молодцы, молодцы ребята. Ну, где начальство-то? Лёва, ты здесь. Такой раз, рад тебя видеть. Ты прости, что наглянул сюрпризом, просто хотел подсмотреть, как ты здесь без меня хозяйничаешь. Такой же шушник, значит, все в порядке. Пойдем в кабинет, поделимся новостями. Давно пора. Пойдем. Лев Геннадьевич, а можно мне склад посмотреть? А, Лен, проведите экскурсию, пожалуйста. Хорошо. Лена. Тоня. Пойдемте, я вас провожу. Пойдем. Может, вам лучше торговый зал показать? Чего здесь на складе-то смотреть? Лен, я хотела спросить, а почему вон те стеллажи не закреплены? Они ведь могут упасть на кого-нибудь. Шутите? С Ольвом Геннадьевичем это и случилось. Ну, я, в общем, управляющему уже несколько раз напоминала про эти стеллажи, но ему и дела нет до нашей безопасности. Ну, как же так можно? Ну, ему главное, чтобы в торговом зале все было красиво, а что здесь творится, ему до лампочки. Поувольнял половину людей, говорит, и так справитесь. Написано краски, а здесь вон мешки со шпаклевкой. Ну, вот так. А почему полки пустые? Проблемы с поставками? Тонь, признайтесь, вы случаем не инспекция, хотя, нет, не отвечайте, скажу одно, давно пора. Пойдемте-ка, я вам еще кое-что покажу. Пойдемте-ка. Ира. 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 Ира, ты можешь объяснить, что происходит? Что я такого сделал, чтобы ты трубку бросала? Потому что я все про тебя поняла, бабник чертов. Ты думаешь, я ничего не знаю? А, тебе еще смешно, да? Я вчера была на складе. Ты серьезно? Ирка, я с тобой даже сюрприз заготовить не могу. Я кое-куда ездил и кое-что купил. Это тебе. Прости меня, Леша. Мне просто... Вчера весь мир рухнул. Я думала, что все. Лучше буду одна, чем с изменником. Ира, я тебя люблю. Я с тобой хочу быть всегда. Вот еще показатели за сентябрь. Смотри. Тогда, правда, продажи были чуть похуже. В смысле продажи чуть похуже, Аркаша? Здесь же убытки сплошные. По каждому месяцу убытки. Я понимаю, что происходит. Чем ты занимался без меня здесь все это время? Кризис. Продажи упали. И конкуренты оживились. Лева, я делаю все, что возможно. Можно? Да, заходи, Таня. Лев Геннадьевич, я хотела напомнить, что время таблеток. Я сам по врачам хожу. Нервы стали не к черту. Переживаю за бизнес очень. Как там дела на складе? Как экскурсия. Честно? Ну, работу можно было отстроить и получше. Десятки пустых полок. Ну, значит, эффективность поставок не очень высокая. Нет товара, нечего продавать. Соответственно, покупатель уйдет в другой магазин. Еще... А ты продолжай, Танечка. Продолжай, очень интересно. Еще отдел логистики не мешало бы укрепить. Потому что не хватает ни машин, ни персонала. Лев Геннадьевич и техника безопасности на складе оставлять желать лучшего. Там может пострадать кто-нибудь еще. Вот как я, например, да, Аркаш? Вы вообще кто? Сиделка? А, это розыгрыш? Вы правы. Последние несколько месяцев я работаю сиделкой домработницей. А до этого я работала товароведом. А в сетевом супермаркете. Сиделка товароведная. Клевный цирк какой-то. Так вот, чтоб не было цирка, Аркаша, давай сделаем таким образом. Подготовь-ка мне всю документацию работы нашей сети за то время, что я отсутствую. Прямо сейчас? Хорошо. Послушай, это невероятно просто. Такой детальный анализ. Я только не понимаю, когда ты успела? Есть такое количество документации. Это же... Ну, я столько лет на складе работала. Лев Геннадьевич, это опыт. Добрый вечер. Никоша, ты представляешь? Тоня разобрала всю документацию. Казалось, что Аркадий действительно все это время меня обкрадывал. Все липовое, перебитые даты. Понимаешь, вообще все, что творилось с документами, это просто полный хаос. Я даже не представляю, сколько бы еще он водил меня за нос со своими махинациями. Тонечка, спасибо. Спасибо, Тонечка. А я и не знала, что сиделки разбираются в финансовых документах. Мы ведь вообще о вас ничего не знаем. Вы нам хоть что-нибудь бы рассказали. Обязательно расскажу. Но в другой раз. Приятного аппетита. Никоша, скажи, ты могла бы перестать наезжать на нее, в конце концов? Ты пойми, она мне помогает. Вот она в этом конкретном деле помогла нам с тобой сэкономить огромное количество денег. Левушка, Ну, не сердись. Что такого я ей сказала? Давай ужинать. Милый, налей мне вина? Как день прошел? Где была? В фитнес-центре. Купила абонемент. Не хочу распускаться. Приоделась, я смотрю. Да. Для тебя. А скажи, в фитнес, разве мы не можем едить вместе? Ты бы там своей робикой занималась, я? Лечебкой. Нет, не можем. У нас с тобой разные нагрузки. У тебя своя, у меня своя. Мы только мешать друг другу будем. Ну, наверное. Ты знаешь, кто-нибудь меня хвалит говорить, что я занимаюсь уже практически на уровне с здоровыми людьми. Представляешь? Тоня. Что только не скажет Тоня, чтобы оправдать свое проживание в нашем доме. По крайней мере, она всегда рядом. А она за это зарплату получает. По крайней мере. Субтитры сделал DimaTorzok 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 с ним разговаривать. Какие эпитеты-то, а? Если бы Ира так и рассказывала про свое начальство, я бы заревновал. А как дела в супермаркете? Ой, вот верь, не верь. Каждый день я тебя вспоминаю. Двух товароведов уволили. Ну, ты можешь, конечно, смеяться, но мне кажется, тебе нужно возвращаться. Матвеич все-таки сдастся и возьмет тебя обратно. Тонь, а что, вариант? Соглашайся. Да нет, Любовь Геннадьевичу я сейчас нужнее. Лёв, ну и что это такое? Ну, несерьезно даже, как-то. Ну, ты напрасно не дочитал. Там в конце очень интересно. Там поставлен четкий вывод к этому заключению, в котором обозначено, что 50% товаров с нашего склада уходили в неизвестном управлении. И мы, естественно, не досчитывались 50% нашей запланированной выручки Аркаши. Это тебе твоя сиделка сказала? Ей ты, значит, веришь больше, чем мне. То есть мы с тобой 10 лет буквы как работаем. Да вот потому что 10 лет. Вот именно поэтому, Аркаша, я решил перепроверить. Все эти документы я послал в аудиторскую контору. Это их заключение. Лёв, ну что ты в самом деле, а? Перестань. Ну что ты? И то главное, что я хочу тебе сказать, я скажу тебе в глаза. Я тебе верил, а ты меня обваровывал. Лёв, давай как мужик с мужиком сядем, перетрем. Как мужик с мужиком ты теперь будешь перетирать со следователем. Лёва, ты его уволен, Аркаш. Ну как тебе? Талантище. Да и модель вроде ничего. Лучшая. Слушай, он тебе не хватится? Ты по-дурацки запалились в прошлый раз. Не хватится. Он думает, я в спортзале сейчас гантели тягаю. Слушай, тут такая тема. Я отправил в одно агентство свои фотографии. Они в восторге. Зовут в Мексику, поработает для каталога. Поздравляю. Билеты и проживание все за свой счет. Но гонорар серьезный, а купит все в три раза. Одолжишь мне денег на поездку? Обалдешь, что ли? Я с мужем-инвалидом здесь буду возиться. А ты за мои деньги с моделями на пляже тусить? Так придумай отмазку для льва и вместе рванем с тобой туда. Какую отмазку? Лев сейчас контролирует все мои счета и карты. Как я без него полечу? Он меня не отпустит. Понятно. Ну, не обижайся. Скоро все наладится. Вот увидишь, он мне карту опять отдаст. Мы с тобой заживем. Никакой Мексики не надо будет. Но ты же говорила, что он к тебе охладел. Каждую минуту эту сиделку вспоминает. Ну да. Эту тварь его окрутила, но ничего. Я не с такими справлялась. Ты только не уезжай. Как я без тебя тут буду, Маратик? М? Угу. Кира, привет. Я на работу спешу, мне с тобой не о чем разговаривать. Кира, подожди. Так, не трогай меня. Я тебе не тони, быстро в полицию сдам. Че тебе надо? Прости, я хочу помириться с Тони. Я скучаю по ней страшно. Я поражаюсь твоей наглостью. У тебя совесть вообще есть? Тони и без тебя прекрасно живет. Так что ты к ней не лезь. Скажи мне, где она сейчас? Она у тебя живет? Нет. Она живет и работает там, где ее ценят и уважают. Да не ври мне. Да кто ее к себе возьмет жить? Я не вру. Это ты забрался совсем. Ты что, выманил у нее деньги несчастного коматозника. А коматозник пришел с себя. И теперь она за ним ухаживает. Ясно? Ясно. Значит, Ропарев с себя пришел, да? Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Алло. Здравствуй, Тоня. Еле себя нашел. Нам нужно поговорить. Слава, нам не о чем с тобой разговаривать. А я уже здесь, в доме Тропаревых. Я могу выйти на минутку? Да, конечно. А кто это? Слава, муж мой бывший. А. А. Ну, и что ты тут делаешь? Ирка сказала, ты у Топаревых живешь. Тоня, извиниться пришел, попросить прощения. А мне не нужны твои извинения. Да выслушай ты меня. Это все Алка виновата. Она меня влюбила в себя. Я вообще не знал, что делаю. Подбила на эту аферу. Ее Настя зовут, а не Алла. Ну, что ж ты врешь-то все время, а? Она меня бросила. Забрала мои деньги и сбежала. Я понял, что я тебя люблю. Мы же с тобой приедем половинки. Как две разные половинки, Слава. Ты сам по себе, я сама по себе. Пожалуйста, не говори. Так, давай, давай заново все попробуем. Фа, все между нами, все кончено. До свидания. Я не верю, что ты его так вот могла разлюбить. Вероника, можно мне уехать на пару часов? Да, конечно. А что-то случилось? Нет, это по личному вопросу. Ну, если по личному... Спасибо. О, подруга, заходи. Я как раз Джон готовлю. Ира, а ты зачем Славе рассказала, что я утропарек работаю? А, да Славка меня подкарауливала во дворе. Я и не подумала, что он адрес Льва знает. А что случилось? Заявился ко мне. С цветами. Прощения просил. В любви признавался. Угу. Так. А ты что? Ну, а что я? Я вообще ему не верю. Ира, как ты думаешь, что ему нужно от меня? Понятия не имею. Одно знаю точно, гнать его надо в шею. Ничего хорошего от него не жди. А я сейчас ехала к тебе, вспоминала, как любила его. Как детей от него хотела. Ну, зачем ты себя мучаешь? Ну, если бы не Славка жила бы сейчас в своей квартире, горе бы не знала. Со Львом бы не познакомилась. Ты когда про Льва говоришь, у тебя взгляд такой делается мечтательный. Ты часто не влюбилась? Ну, что сразу влюбилась? Ну, во-первых, у него жена. Жена не стена, можно ей подвинуть. А во-вторых? Ну, а во-вторых, а что, человек просто так не может нравиться? М-м-м. Ну, ладно. Сейчас супчик будем есть, все обсудим. Да я не хочу, Славка. Ой. Ну, чай хотя бы попей. Чай попьем. Музыка. 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 Милый, давай перекусим. Тоня нет, ужин не приготовила, все дела забросила. Я с ней хочу, но с тобой посижу. Так а где она? Не знаю. Утром к ней мужчина пришел, так она за ним ускакала. Мужчина? И ты отпустила? Она особо не отпрашивалась. Взяла, сама ушла. О, легка на помине. Тоня, ты куда ходила? Я по личным делам, не думала, что буду так поздно, извините. Тебя, наверное, опять в ресторан позвали, да? Нет, были другие дела. Такого больше не повторится. Ты плакала, Тоня? Нет, все хорошо. Вечно овечкой прикидывается. Смотреть противно. Никуша, а ты могла бы попытаться перестать цепляться к ней по любому поводу? Я твоя жена, а защищаешь ты ее. Ты куда? У огня посижу. Да что такое? Бронь на самолет, билет в Мексику. Мы же договаривались. Да ни о чем мы не договаривались. Не хочу проект терять. Одолжил денег у друзей, отдам, когда заработаю. Заработаю, да? Бросить меня вздумал и с девицами на пляже скакать решил. Как ты думаешь, сколько мне за это платят? Копейки. Жить не на что. Скажи, чем ты рискуешь? Ничем. Только попробуй уехать. Я все связи подключу. У тебя больше ни одного проекта не будет. Ты всего лишь навсего фотограф в Шивой, а я жена Льва Тропарева. Так вот, значит, какая твоя любовь. Главное, чтобы все по-твоему было. Шаг в сторону, расстрел. Марат, ну не обижайся. Я просто боюсь тебя потерять. Как я целый месяц буду тут одна без тебя? Я деньги занял. Билет на самолет купил. Сдай билет. Нам деньги сейчас пригодятся. У меня идея есть. Очень хорошо, что Лев неровно дышит к сиделке. Что в этом хорошем? Да то, что так больнее в два раза будет. Он еще долго будет чувствовать свою вину. И скупать ее подарками, деньгами. А я долго прощать его не буду. Лев Геннадьевич, я вам крокодей заварила. Крокодей. Что? Крокодей. Не знаю, насчет Дэну, крокодей удался. Алло, Маратик. Я у нее в телефоне мужика нашла. Тоже Слава зовут. Номер сейчас скину. Ты позвони, узнай, он ее бывший или нет. Если да, ты знаешь, что делать. Ну, спасибо тебе за пиво. А с чего ты вдруг про Тоньку-то узнать хочешь? Ты вообще кто? Я племянник Льва Тропарева. Он недавно из комы вышел. Ее к нам в дом привел. Ну, а я-то тебе на что? Да стерва она, как я погляжу. Я за дядю переживаю. Расскажешь про нее, еще получишь. Ну, стерва она, это еще слабо сказано. Нашла себе хахаля. Квартирку нашу тайком продала. Потом они эти бабки вместе прокутили. Пить начала. С работы погнали. А я гол, как сокол. Так что дяде своему передай, чтобы ухо востро держало. Ты ему сам передай. Он тебе больше поверит. И почему же он мне должен больше поверить? Ты ему вот это покажи. Сделаешь все, как надо, и еще столько же получишь. Ну, лады. Лады. Вы уже прям совсем поправились. Скоро будете обходиться без меня. Хорошо, что ты заговорила об этом сама. А то я, честно говоря, даже не знал, как тебе сказать. Что сказать? Ну, сказать то, что мне сиделка больше не нужна. Я плохо убираюсь, или вам не нравится, как я готовлю, что я не так делаю? Да нет, мне все очень нравится. Просто... Просто я думаю, что ты способна на большее, чем быть просто домработницей. А я уже так привыкла к вашему дому, к вам. Ну да, я подумаю над новой работой. Послушай, ни о чем не нужно думать. И новое рабочее место тебя уже ждет. Ты согласишься работать на моей фирме? На вашей фирме? Да. Конечно, я с радостью. Я с радостью, я с радостью, я с радостью. Тоня, прости, пожалуйста. Давайте просто забудем об этом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я у Соловьевых была. Лера недавно родила, вот, позвала на малыша посмотреть. Я забыл совсем. Лева, это... Это ужас какой-то. Она родила, растолстела, такая страшная стала. А ее муж, как меня увидел, сразу приставать ко мне начал. Я говорю, еле от него отделалась. Фу. Ты хоть ради приличия бы приревновал меня, что ли? Что? Говорю, приревновал бы ради приличия. Ты знаешь, я устал сегодня, что-то. Тишиной хочется. Ты не ложись. А ты? Еще посижу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лев Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я бывший муж вашей сиделки, Антонина. Понятно. Что хотите? У меня есть кое-какая информация о ней, которая, я думаю, вам будет очень интересна. Я просто думал, мол, что я ей такого сделал? Почему она так со мной поступила? Изменила? Обокрала? Помер упустила? Простите, как вас еще раз? Вячеслав. Вячеслав. Зачем вы все это рассказываете мне, Вячеслав? Потому что она уже нацелилась на вас. Да-да. Сначала она влюбит в себя вас, потом заставит развестись, а потом вот это все к рукам приберет. Вы знаете, у меня действительно чмолы времени. На вас, во всяком случае. И потом, я вам не верю. Что ж, она всегда мечтала окрутить богатенького. А теперь ты селся, чтоб я глаза вам на все не открыл. Вот, пожалуйста. Это кольцо моей жены? Да. Я подарил ей это кольцо на бытовщину. Откуда оно у вас? Тоня дала. Говорит, бери, только в дом не ходи. Лев на меня запал. Вдруг спугнешь? Только мне чужого не нужно. Ну, откуда оно у меня еще, сами подумайте. Тоня! А? Опять ты здесь? Мы тут общаемся с твоим мужем. С моим бывшим мужем. Маме дней. Тоня, получается, ты украла это? Что я? Украла. Лев Геннадьевич, вы что такое говорите? Я ничего не брала. Слав, что ты наговорил? Я? Я все рассказал? Про твои измены, про твои угрозы. Про то, как ты пыталась меня подкупить. Лев Геннадьевич, пожалуйста, вы не слушайте этого человека, он говорит кого угодно. Он то же самое, то же самое говорит про тебя. Вот, значит, как? Да. Мне что, оправдываться? Ты куда? Вещи собирать. Такими подозрениями меня еще никто не унижал. Я же говорил. Чего тебе? Туалет еще. Заблудился. Ты кольцо где взял? Не-не-не. В полицию звонить? Ну так мне же хуже не будет. А вот тебя посадят первую. Какая же ты дрянь, Слава. Терялись? Выход показать? Нет-нет-нет, я сам. Я сам. А ты подожди, я еще комнату твою проверю. Алло, Эйд, привет. Можно я к тебе сейчас приеду? Вот оно где. А я-то думала. Это спасибо ее муженьку. Раскрыл проходимку. Я не понимаю, как она могла голове не укладывать. Знаешь, она даже не попыталась оправдаться. Не попыталась оправдаться, потому что сказать было нечего. Ее к стенке прижали. Не знаю, я думаю, надо было сначала разобраться во всем. Вопрос не атак. Вопрос. Лёва, что с тобой? Подожди, я сейчас скорую вызову. Привет. Извини, задержались в выездной фотосессии. Ничего. Я перекусил пока. Ты, кстати, счет оплати, а то у меня с утра не крошки. Без проблем. Слушай, ты молодец. Все хорошо сделал, на пять с плюсом. Спасибо. Только вот этим сыт не будешь. Подожди, мы же договорились. А я это колечко одному скупщику показал, так оно пять тысяч баксов стоит. Я ведь мог его взять и сделать ноги, а я, как честный человек, отдал его твоему дяде. Я с тобой закончил, мне пора. Я с тобой не закончил. Сядь. Сядь. мы не договорились. Я когда в доме был, одну красотулю увидел. Хозяйка, наверное. это она тебе колечко отдала? Слышь, это уж не твое дело, оно тут ни при чем, понял? О, как сбеленился-то, а? Угадал я, значит. А что, дядя-то твой знает, что ты с его женой спишь? Слышь, а вот это не твое дело, понял? А если я к нему сейчас пойду еще раз, я тебе привет передам. Не смей там больше появляться, понял? Малыш, оглянись, оглянись вокруг. Здесь все мои кореша сидят. Огребешь по полной, понял? Нет у меня больше денег, все тебе отдал, что было. А камера твоя? Две тысячи баксов, наверное, стоит. Офигел, что ли? Камеру не получишь. На стол! Оставь! Все, мы в расчете. Еще раз тебя тут увижу, кровью заклеммерзе. Понял? Че ты смотришь на меня, фотограф? Вали, я сказал. Давай! Ну что же, Лев Геннадьевич, обычный гипертонический криз. Стрессы, соленое, сладкое, исключить. у вас есть кому следить за приемом назначенных препаратов? Ну, я сам буду следить. Ну, попросите близких об уходе за вами на время ремиссии. Скажите, доктор, а возможно ли пройти какую-нибудь реабилитацию, или как это называется? Мне просто нельзя сейчас расклеиваться, никак. Лев Геннадьевич, об этом мы можем поговорить только после оплаты задолженности за лечение перед клиникой. Какой оплаты? Секундочку, вы что-то путаете. Моя жена перевела вам кучу денег в качестве предоплаты. Все ваши расходы на первом этапе лечения были покрыты страховой компанией. И когда расходы превысили сумму страховки, и встал вопрос о доплате, ваша жена оплатила только первый взнос. Да нет, ну это ошибка какая-то. Нет, здесь никакой ошибки не может быть. Потому что Вероника игнорировала все наши письма, звонки с просьбой об оплате. Скажите, а документы, подтверждающие все это, можете предоставить? Конечно, Лев Геннадьевич. Я попрошу мухгалтерию Лев Геннадьевич, здрасте. А, Оля. Оля, да, да, здрасте, Оля. Ну? Как ваши дела? Да мои-то хорошо, как ваши. Ходите, смотрю. Ну да, помаленечку, как могу. Кстати, кстати, вам за это большое спасибо. Спасибо, Оля. Нет, это не мне, это Тоня. Это она за вами ухаживала, и бесплатно. Знаете, в наше время даже за деньги о незнакомцах заботятся, а бы как, а она вот ни дня не пропустила, и, знаете, не пикнула ни разу. Оля, что значит, значит, бесплатно? Я знаю точно, что Ника заплатила ей деньги, чтобы она сидела со мной. Нет, Лев Геннадьевич, Тони никто не нанимал, она сама так решила ухаживать за вами. А ваша жена, она за все это время раза три, по-моему, здесь появилась, но как только вы очнулись, она сразу прискакала, Тоньке денег сунула, но Тоня денег не взяла. Так, секундочку, подождите, вы говорите, что она... Лев Геннадьевич, я прошу прощения, меня пациенты ждут. Здоровляйте. В черте что? Марат, я не могу говорить, я в больнице жду льва. Этот Славка еще денег запросил, камеру пришлось отдать. Как я теперь работать буду? Жить на что? Да не паникуй ты, все нормально, главное, наш план с Тонькой сработал, мы о деньгах с тобой вообще больше думать не будем. Слушай, Лев идет, все давай пока, до завтра. Зря я тебя послушал, и камеру профукал, и Мексику, и в долги зря влез. Да ничего не зря, вот видишь, у нас все с тобой хорошо будет, все пока. Лева, что сказали, все хорошо? Все хорошо. Поехали домой. Точно все хорошо? Да-да, все чудесно. Пойдем к машине. Квартира, конечно, так себе, зато бесплатно. Вот, холодильник, вот есть, кое-какая посуда даже. в общем, жить можно. А сколько можно жить? Неделя, две, три, месяц. Если вдруг придется клиенту показать, то вещи спрятешь, все. Хорошо. Спасибо большое, Ариша. Да, от него станется. Да может, он вообще там дом целый ограбит. Тебя жизнь ничему не учит. О себе переживай. Да и жалею. Надо было, наверное, Льву Геннадьевичу сразу про Славу все рассказать. Если Лев поверил первому встречному, то пусть теперь сам разгребает. Клиент. Алло, 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 здравствуйте. Да, сейчас буду выезжать. Скоро приеду к вам на встречу. Лева, тебе налить вина? Лева, тебе налить вина? Скажи, Ник, это же, ты прекрасно знаешь, что вина мне нельзя. И тем не менее, предлагаешь. Это почему? Потому что ты забываешь постоянно, или потому что тебе наплевать на мое здоровье? А раньше ты на меня не кричал. я все знаю. Я знаю лечение на страховку. Я знаю задолженность. Я знаю, что со мной ты ни черта не сидела. И Тоню ты... И Тоню ты не нанимала тоже. Скажи, все это время ты... ты мне врала. Зачем, Ник? Когда с тобой случилась травма, я узнала, что я беременна. У нас мог бы быть мальчик, Лева. Мальчик. А потом случился выкидыш. За ним депрессия. Психолог посоветовал мне съездить на море, отдохнуть, развеяться. там я еле-еле пришла в себя, вернулась домой, несодержимого в сейфе, ни Зули нет. Скажи, зачем? Зачем все это время это нужно было скрывать? потому что мне сказали, что тебе нельзя нервничать. Нервничать. значит, так, мне нужны две вещи от тебя. Во-первых, телефон следователя по делу Зули и выписка из стационара, подтверждающая твой выкидыш. ты куда? Прилягу. Устал. Лен, ну, знаешь, не ждали, а я вот раз и вернулась. Иванова, откуда ты все это берешь? Ну, здравствуй, Антонина. Здравствуйте, Виталий Матвеевич. Как-то не очень мы в прошлый раз с тобой расстались-то. Ну, да, как-то не очень. Но ты сама виновата. Лично нужно оставлять дома, а здесь нужно включать голову. Да. Вот. Но я не об этом. Проблема у нас с товароведами. Да, после тебя еще двух уволил. М-м. Да. Сто раз пожалел, что мы так мы с тобой. расстались. Вот. Это все лирика. А не лирика вот что. Хочу предложить тебе пойти к нам. Пойдешь? Пойду. Вот. Ну, и замечательно. Ну, как говорится, добро пожаловать в коллектив. Да? Ваши аплодисменты. Хорошо. лирика. Здравствуйте. Лев Геннадьевич. Здравствуй, Зуля. Сажусь. Спасибо. Хорошо выглядите. Поздравляю с выздоровлением. Спасибо. Чаю? Нет. Ненадолго. Отпроситься пришлось. А зачем позвали? Зуля, скажи, почему ушла? Что было, то было. Не хочу вспоминать. Ну, слушай, мне нужна помощь твоя. В последнее время очень много произошло такого, в чем, в чем мне нужно обязательно разобраться. В частности, из моего сейфа пропали деньги. Большие деньги. И Вероника говорит, что их украл ты. Я хочу пообещать тебе, что все то, о чем мы сейчас с тобой говорим, останется между нами. Еще я пообещаю тебе, что даже если деньги взяла ты, тебе ничего за это не будет. Вероника обещала, если я промолчу про Марата, не оговорит меня сама. Марат. Фотограф. Он подбивал ее работать в фотомодели. Она работала? Может, и работала. Но только как вы слегли, привела домой этого красавчика. сперва из вашей спальни не вылезали. Потом вовсе остался. Жили-жили. Там стали деньгами налево-направо разбрасывать. Судя, почему ты мне не позвонила? Хотела. Только кто поверит-то, прислуги? Вот и жена ваша, когда я ей заикну, что вам все расскажу, обозвала меня воровкой, полиции угрожала. Прости, я не знал. Я бы хотел, чтобы взяла эти деньги. Перебьюсь. Вы слушали. И на этом спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Настя! А? А ты... Ты что тут вообще? Я здесь работаю. А вот вы зачем бутылку воруете, я не понимаю. Вам денег мало за мою квартиру. Вот это что ли? Дана, пожалуйста. День. Нет у меня твоих денег. Намели я сейчас. А все, между прочим. Славик-то убедил меня на бабки тебя развести. Сам салон решил открыть, подержанными тачками торговать. Ну и прогорел. А мне он другое рассказывал. Да что он тебе рассказывал? А то ты Славика не знаешь. Рассказывал он ей. Он тебе не рассказывал, между прочим, что он в долги влез. Тоже у Бандюков догадался бабки занять. Но те его и прессанули. Так мало того, что он меня бросил, так он еще на меня своих кредиторов навел. Пришлось вообще им все последнее отдать, все, что было, лишь бы только отстали. Поэтому вот и выживаю как могу. А салон как называется? Да колесо. Адрес знаешь? Да. Слушай, подожди, у меня же визитка где-то была. Вот она. Осторожней. Он сейчас с угольными тачками торгует. Для Бандюков номера перебивает и продает. Добрый день, агентство Каприз, Надя. Добрый день, Надя. Это Лев Тропарев беспокоит. Я у вас как-то плакат для рекламы магазинов стройматериалов заказывал. Это где Вероника была в роли маляра? Да-да, точно. Я бы для своей новой рекламы хотел бы позвать того же фотографа. Марат. Фамилию не помню. Не подскажете, как его найти? Может, зря приехала? Что, если он следит? Он не следит. Я ему вчера про аборт сказала. Нет. Надо будет сегодня вечером справку у гинекомога забрать. Ну что ж, симпатично. Ну, уютненько. Не обустроено все. За вкусом. Работы. Кстати, хорошая работа. Левушка. Марат в Мексику уезжает. Вот. Напросилась к нему на последнюю фотосессию. Знаешь, для кого? Руку убери. Знаешь, я так надеялся, что у нас с тобой все будет все будет по правде и по-настоящему. И что ты будешь по-настоящему. Все вранье. Мерзкое, гнусное вранье. Даже сейчас ты себя унижаешь тем, что лжуешь. Часто. Зачем? Никоша, сейчас. Тебе так верил? Да, видимо, моя вера, это мои проблемы. Да? Левушка. Я вижу, ночевать тебе есть где, поэтому на ужин тебя не жду. Как-то так. А, да. И на развод подаю. Да? Не бойся ты. Можно? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Не узнаете меня? Переходите к делу. Я приходила к вам заявление писать на мужа. Он меня обманул и ограбил. А, Антонина Дмитриевна. Соболева. Но вы мне тогда не поверили. Жалобу можете написать в коридоре. А я пришла не жаловаться. Я встретила его сообщницу, и она мне рассказала, где его сейчас можно найти. Вот. Он сейчас помогает бандитам перепродавать угнанные машины. Так. И вы хотите... Да. Хочу, чтобы вы проверили салон, накрыли банду и арестовали афериста. Федюков, зайди ко мне. Да, да, сейчас. Сейчас подойдет мой коллега, и вы все это еще раз по порядку нам расскажете. Хорошо? Хорошо. Ну, я вас понял. Ну, тогда это... Вот, отличная тачка. Как раз вам по цене. Пробег небольшой. Хозяину и все время в гараже держал. Ну, а по документам что, все в порядке? Спрашивайте. У нас других не бывает. Еще никто не жаловался. Угу. Капитан Федюков. Значит так, Вячеслав. Аналогичная машина числится у нас в угоне. Сейчас мы забираем ее на экспертизу, и я не удивлюсь, если окажется, что документы поддельные, а номера перебиты. Да, Славик? Слушайте, может быть, как-то решим вопрос. Вы скажите, сколько там нужно? Стоять! Стой, нарушай! Стой! Да, давай машину его! Ира, привет! А что, уже съезжать надо, да? Подожди, сейчас 10 минут, я вещи соберу быстро, и какая-то жуганная стала. Да живи сколько угодно, квартира никому не нужна. А, я думала... Слушай, у меня к тебе просьба. Какая? Мы с Лешей подали заявление в ЗАГС, у нас через месяц свадьба. Ирка, я вас поздравляю! Рад за вас! Свидетельцы будешь? Ну, конечно, буду! Тогда ты мне должна помочь выбрать платье. Давай! Повешу, пойду. Спасибо. Ой, ну вообще, свадьба только через месяц, а я прям паникую, аж руки трясутся. Вот скажи мне, какое платье лучше? Это или это? Тоня, что с тобой? Ничего. Ты из-за льва? Не могу выкинуть его из головы. Тоня, прошлое надо оставлять в прошлом. Посмотри только в будущее, только вперед. Ты права. Это они из мести в агентстве твой адрес дали. Говорила же, не давай, завидуют. 5-25, Вероника. Повсюду враги, везде засада. Да, везде засада. Зато у тебя друзья хорошие. В долг под проценты дали. Тебе хотя бы камеру в аренду могут дать. А мне что, копейки получать? Еще развод этот. Ника, кончай. Обещала подумать, где деньги взять. Теперь помогай. Юристы с документами по разводу будут еще недели-две мучиться. А что, если Лев возьмет и за это время скоропостижно скончается? Чего вдруг? От злобы на жену с любовником еще никто не умирал. Так это не от судьбы, это от нас с тобой зависит. Правильно ты говорил, надо действовать, причем быстро. Представь, едет Лева по скоростной трассе в свой любимый магазинчик, а у него возьми, да и тормоза откажи. Нет, я на такое не подписываюсь. А, ну конечно. Зачем Марату богатая вдова? Зачем ему становиться великим фотографом? Что это? Я глупо с тобой говорю. Что делать? Я в интернете нашла полную характеристику машины Льва. А если поймает? Нет, я в тюрьму не хочу. Так ты сделай все так, чтобы полиции не к чему было прикопаться. Приди, перережь, уйди. Все. Опять меня подставить хочешь? Как тогда с Тонькиным мужем? А сама вся чистенькая выйти, как будто бы и ни при чем, да? Чего? Все ясно с тобой. Господи, идиот какой. Подожди, может, есть другой выход? Какой другой? Если Лев сдохнет сегодня-завтра, его деньги мои, а значит твои. Понимаешь? А по врачному договору в случае развода я ничего не получаю, а ты сидишь в сопли свои жуешь. С тобой не о чем разговаривать. Мужик называется. Какой ты мужик после этого? Ну и куда ты? Куда надо? Ты еще локти кусать будешь, понимая, кого потерял. До свидания. Если Лев сдохнет сегодня-завтра, его деньги мои, а значит твои. Посмотри. Если что, вместе на дно пойдем. Скажите, Славик будет сегодня? Не знаю. Добрый вечер. Чего желаете? 200 виски. Отлично. Ты чего трубку не берешь? Чего надо, Митя? Долг за поездку в Мексику, когда ждать? Что? В общем, Мексику не получилось. Камеру украли, за аренду нечем платить. Короче, я в заднице. А мне плевать, мне деньги нужны. Ты меня знаешь, я все тюкать не буду, пошкутить от винчон. Да отдам я тебе, отдам. Завтра же отдам с процентами. Ну, ну, глядим. Пожалуйста, виски. Не надо. Сволочь. Завтра же отдам. Завтра же отдам. Завтра же отдам. Левушка, прости, пожалуйста. Я очень перед тобой виновата. Ты пойми, ты тогда в коме был, я с ума сходила, места не могла себе найти. Еще фотограф этот звонил, любви признавался. Ты знаешь, мне больше не интересно. А ведь мы с ним расстались. Он и мизинца твоего не стоит. Давай начнем все сначала. Ты мне сделаешь большое одолжение, если законишь эту сцену сейчас. Сидишь в машину, и мы с тобой пойдем к моему юристу, и там обсудим условия нашего развода. Так ведь нельзя. Мы ведь с тобой, Левушка, не чужие люди. Ну, давайте все. По дороге обсудим. Куда? Левушка. Возьми трубку. Извини. Фотограф что? Нет, ты что, это не он. Конечно. Растались они. Ладно, поехали. Стой! Стой! Тормози, тормози! Это он сделал! Стой! Ты что творишь-то? Совсем дурачок? Я все объясню, только выслушайте. Ты что делаешь? Вали отсюда! Левушка, я же говорила, что он меня преследует, проход не дает. Это я тормоза испортил. Как она и хотела. Что? Ты больной, Лева. Он все врет. Это неправда. Сейчас. Я думаю, этого будет достаточно. Если Лев сдохнет сегодня-завтра, его деньги мои, а значит, мои. Выключи запись. Левушка, он все врет. Это неправда. Левушка, он все вретет. Ну, конечно, сладкая парочка, ребята. И, кстати, смотритесь хорошо вместе. Алло, сервис? Добился своего? Добился. Зато ты жива. Тоня! Там это, тебя мужик какой-то с цветами спрашивает? Какой мужик? Высокий. Кто же его знает? А я догадываюсь. Я думал, уже не выйдешь. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Ну, не все мужики одинаковые, Тоня. Ну, пойми. А мне кажется, все. Подозревают, обвиняют. А только потом включают голову. Я всю жизнь, всю жизнь доверял мне тебе. Чужая. Как только встретил настоящую, почему-то не сразу распознал. Вы про Веронику, что ли? Не смешно. Прости, Тоня. А цветы вы кому оставили? Тебе? Красивое, спасибо. Красивое, спасибо. Я вас тоже люблю, Лев Деменович. Ну, поцелуй, что ли, меня уже. Давай на ты. Вот же, Тонька, счастливая. Чем заслужила, непонятно. Да ладно тебе. Пойдем. А они тут целый год живут? А они тут целый год живут? И что, им даже не холодно? Ну, а почему им будет холодно? Мы же вдвоем. Как мы с тобой? Пойдем? КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok